Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Журавлёв. Трасса выиграла аукцион по уборке Ярославля. Такую информацию сегодня распространило информационное агентство Ярновости. Еще одним участником аукциона была государственная организация Ярдормост. После 5% падения цены контракта она перестала участвовать в торгах. Сам контракт рассчитан до конца 2017 года. Помимо уборки улиц, подрядчику предстоит заниматься и ямочным ремонтом. По некоторой информации, стоимость соглашения была более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Память отдавших жизнь за победу фронтовиков почтили сегодня в Ярославле. Город принял Всероссийскую вахту памяти. Ветераны, обычные ярославцы, первые лица области и города побывали на мемориалах воинской славы. Торжественные мероприятия начались с митинга на воинском кладбище. Затем процессия переместилась на юбилейную площадь. Дань памяти сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга, воздал глава региона Сергей Ястребов. Винки и цветы люди возложили и у памятника маршалу СССР Федору Толбухину. Завершилась вахта памяти у мемориала вечного огня, где с нами поделился воспоминаниями о войне Владимир Жилкин, участвовавший в штурме Берлина. Весь боевой путь в Берлине за 11 дней прошел, начиная от восточных окраин Берлина до центра. И в том числе мы штурмовали ставку Гитлера, расположенную в имперской канцелярии. Каждый год 9-го, а вот сегодня 8-го мая, я прихожу сюда, на воинское кладбище, чтобы почтить память наших воинов, кто не дожил до светлого дня победы. Его обвиняли в мошенничестве с квартирами. Сегодня Кировский суд Ярославля закончил рассматривать уголовное дело Григория Попова. По версии следствия, 36-летний риэлтор вместе с сообщниками отбирал у людей жилплощадь. Как правило, все потерпевшие злоупотребляли спиртным или страдали психическими заболеваниями. Войти в доверие к таким людям труда не составляло. Продать или обменять квартиру им предлагали во время застолья. Сулили хорошую предоплату. После оформления документов люди лишались и жилплощади, и денег. Григорий Попов вину признал. Суд счел его вину доказанной и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. От их хитрости страдали пожилые люди. Сотрудники полиции задержали двух цыганок, которые похитили деньги у пенсионерок. В первом случае женщины попросили о помощи 78-летнюю бабушку. Та привела их домой и лишилась 7 тысяч рублей. Во втором цыганки сами пришли в квартиру потерпевшей, обманули пожилую женщину и забрали более 50 тысяч рублей. В ходе раскрытия данных преступлений сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны две женщины 37 и 27 лет без определенного места жительства. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к другим подобным преступлениям. Если вы пострадали от действий этих лиц, обращайтесь в полицию.